Кирилл, рад вас видеть, вы всегда в хорошем настроении, как и я. Вы киевлянин, адвокат, аналитик, вы человек, общественный фактически деятель, вы знаете ситуацию в Киеве и Украине, изучаете ее с разных сторон, с вами можно такие постоянные перманентные беседы на разные темы проводить. В прошлый раз мы говорили о ситуации с переселенцами на Донбассе, вот сегодня поговорим о Киеве. В Киеве, поскольку, как я уже сказал, вы коренной киевлянин, можете многие вещи объективно анализировать и, в принципе, вы моральное право имеете, чтобы говорить, доносить то, с чем вы не согласны. И вот тема декоммунизации, они постоянно говорят и будут говорить, переименование улиц, историческая справедливость, бред Ветровича и так далее, и тому подобное. Вот что на сегодняшний день происходит и будет происходить с точки зрения исторической справедливости в Киеве по названиям и так далее. Ведь много людей, имена которых забыто, но они киевляне, а люди, которые не киевляне, имена которых мало кто знал, сейчас привнесены, скажем так, в названия конкретных архитектурных памятников. Да, но сегодня, к сожалению, да, я возьму на себя смелость говорить это имя не киевлян, потому что, действительно, как вы правильно заметили, являя коренной житель, родился в этом городе, мои предки здесь проживали. То, что происходит в Киеве, это, в первую очередь, борьба со здравым смыслом, второе, не имеет ничего абсолютно общего с народовластием, с демократией, и борьба с исторической памятью Киева как города, борьба фактически с нами. Плюс ко всему и замешанная на, приправленная хорошим соусом идиотизма. Киеврады, опять же, не имеющие отношения к киевлянам, каким-то образом попавшие в депутаты, попавшие в Киевсовет. Давайте, что много кто в Киевраде не является киевлянами. Безусловно, абсолютно, большинство не является киевлянами. Продолжают штамповать безумные постановления о переименовании улиц, опять же, идущие в разрез с драм смыслом, не хочу говорить громко словно, с совестью, с исторической памятью, переименована одним из самых вообще парадоксальных переименований, связанных почему-то в их мыслях с декоммунизацией, переименование улицы Пугачева, который, кстати говоря, переборолся с царизмом, который был украинцем по происхождению. Да, Киеврада решила, что он недостоин занимать место на карте города. Это можно отнести просто к сумасшествию, к абсолютному безумию и цинизму. Это переименование проспекта генерала Ватутина, освобождавшего Киев от фашизма, с чем сейчас борются активисты в судах, переименование в имени, прости господи, деятеля Игалфмана СС Шухевича. Да, по Шухевичу и по многим другим, без сомнения. Да, улица Ивана Кудри, партизана. Это вообще уникальная ситуация. Я не против Макеяна, честно скажу. Да, США наши союзники, но как можно было искусственно найти человека, который вроде как имел отношение к каким-то преступлениям против Украины и формально именно его улицу Кудри, партизан, хотя он был сапером, который бы получил законно звание соответствующего героя. Для меня вот это было смешно, честно вам скажу. И для вас, как для Киева, вообще-то ничего не было. Безусловно, да. Эти люди, которые способствовали освобождению Киева от нацистов в результате, скажем, оккупации, которых население Киева уменьшилось в 4 раза. Только в Бабий Миру было расстреляно порядка 150 тысяч человек. То же самое касается переименований с каким-то образом декоммунизацией улиц Суворова, улиц Кутузова и так далее, Допечерские и так далее. То есть, к сожалению, опять же, стоит отметить, что мы имеем место в данном ситуации, можно говорить о определенном стражении Киеврада против киевлян. И конца края этой ситуации не видно. Вероятно, возможно, будем надеяться, что киевляне, наученные горьким опытом, не дадут вот умодоверия этому составу Рады. Но то, что они уже сделали для исторической памяти Киева, это практически критично. Как дальше будет ситуация развиваться в части названий? Почему нет противодействия этому всему? Я знаю, что отдельные активисты пытаются бороться с переименованием. Но вот почему дух Ветровича и всех его сторонников, он лезет везде, то есть он давлеет над пространством, там даже его где не должно быть. Поскольку вся эта декоммунизация, часть навязывания определенной идеологии, она сейчас, по сожалению, при новой власти существует. Ну, опять же, она существует, вы совершенно правильно отметили, идеологии, это декоммунизация, это не просто идеология, это тоталитарная идеология. Как всякая тоталитарная идеология, она очень активна. Мы же уже жили в стране, у нас было несколько тоталитарных идеологий, это одна из них, она ничем не отличается. Она ничем не менее тоталитарна, чем большевизм и чем национал-социализм. Да, эта идеология именно поэтому она проникает активно, мы постоянно видим факты запугивания, факты, националисты крайне активны в информационном поле, они крайне активны на улице, на других площадках и, в принципе, имеют место банальное запугивание абсолютным, но активным меньшинством. Скажите, вот вопрос языка. Сейчас очередной этап такой начался минимизация или борьбы с русским языком в публичном пространстве, но начался при Порошенко. А сейчас вот он, к сожалению, продолжается и при уже новой власти, хотя Зеленский это не поддерживает, но мне кажется, что по инерции Порошенко, дух опять же, он существует уже при новой власти. Я не знаю, почему так боятся русского языка, скажем так, представители украиноязычной части Украины некоторые и даже бывшие русскоязычные, нынешние русскоязычные в Киеве. Почему для них важно как-то минимизировать этот язык, его использование в столице Украины, которая мультикультурная, мононаконациональная, здесь реально живут десятки национальностей, масса иностранцев. Политически Порошенко умер, да, абсолютно право, но дело его живет. К сожалению, да, политический труп Порошенко продолжает сейчас, продолжает править и создавать погоду, в том числе в языковом пространстве. Да, мы все слышали всколыхнувшее заявление так называемого языкового омбудсмена, хотя омбудсмен должен защищать. Да, я смотрю на бесконференцию, да. Да, он должен защищать, то есть это опять полное игнорирование смысла, должен защищать национальные языковые меньшинства, да, о том, что будут штрафовать кого-то гипотетически в каком-то году, в 20-м, 22-м или, может быть, в 50-м, за использование русского языка в детских кружках и так далее. Но здесь, безусловно, цель, общая цель запугает. И вторая цель, это опять же, мы возвращаемся к тезису о тоталитарной идеологии, цель создать некую особую специальную идентичность, привнести новую идентичность в город, хотя, в принципе, ее никто не запрашивал. Да, у нас есть идентичность, мы имеем массу примеров... Только в другом регионе Украины. Да, богатых, богатых, богатых и успешных стран, в которых этот вопрос не поднимается, и это является залогом мира и национального согласия. Господа националисты очень активно манипулируют сознанием, они очень... я не назову это искусно, это дебильно. Но они, значит, используют тезис вот во Франции французский язык, вы обязаны называть, когда вы приезжаете в Германию немецкий. Да, кстати, говорят об этом часто. Да, а в Испании испанский, но есть небольшой нюанс. Мы не иммигранты в этой стране. Да, мы родились в этой стране, здесь жили наши родители, и она построена нами, построена нашими родителями. Мы не запрашивали гражданство в Украине, оно нам принадлежит по рождению. И, в принципе, а тут очень интересный тезис, очень интересная, на самом деле, вещь, когда, опять же, повторюсь, активное меньшинство хочет сделать из большинства, так называемых, внутренних мигрантов. Обращаясь, кстати, к очень неудачному опыту прибалтийских стран, которые, безусловно... Полностью согласен с вами в тезисе о том, что этот опыт не является удачным, хотя говорят, ну, посмотрите, как они делали, что сделали. То есть там не решены проблемы ни языка русского, ни, собственно, родных языков соответствующих стран. Да, например, я как миграционный адвокат, я неплохо знаю ситуацию в Прибалтике, там общество, особенно это касается Эстонии, Латвии, там общество абсолютно сегрегировано, то есть русские, русскоязычные, к ним относятся и украинцы, и белорусы, и русские, и евреи, абсолютно все. Общаются в своем кругу, в своем кругу заключают браки, рожают детей, а, соответственно, эстонцы или латыши в своем кругу, и эти миры практически не пересекаются. То есть в маленьких республиках, там по 2,5-3 миллиона населения, создано два параллельно функционирующих общества. Это очень опасная, очень взрывоопасная ситуация, и, в принципе, возьму на себе смелость сказать, что националисты сейчас очень хотят, может быть, подсознательно, хотя, скорее всего, сознательно, заложить фундамент для будущего конфликта в Украине. Именно на этот языковой фактор. Вот смотрите, мы сами проанализировали языковой фактор, собственно, мы проанализировали вопросы декоммунизации, вспомнили, в принципе, об идеологии. Чего еще ожидать в ближайший год-полтора, уже при нынешней власти? Не будем обвинять нынешнюю власть в том, что она что-то хочет там спровоцировать. Но люди остались старой власти, которые, при нынешней власти, тоже достаточно активны с точки зрения фрагментации общества, разжигания межнациональной вразни. Чего еще можно ожидать в разных сферах, и что может спровоцировать серьезный социальный конфликт? Что можно ожидать нашей страны, особенно прогнозировать сложно, а что нужно было бы ожидать, да, то есть это, чтобы форма власти соответствовала содержанию. Власть, которая победила и пришла на волне ожиданий подавляющего большинства граждан о национальном мире, о национальном согласии, о равноправии, о действительно европейских демократических ценностях, да, чтобы она, это то, что мы ожидаем, не шла по поводу абсолютного меньшинства. Есть патриоты, те, которые, националисты, которые действительно внесли большой вклад в развитие Украины, есть те, которые спекулируют, возможно, даже за деньги это делают. Как дальше с этой ситуацией все вместе надо уживаться? Почему допускается вот чрезмерное использование национализма и крайних взглядов на национализм в Украине? Почему новая власть не хочет с этим бороться, как Вы считаете? Ну, во-первых, вполне вероятно, что она банально их боится, потому что националисты, национально, скажем так, как Вы их назвали, ориентированные силы, они показали свою относительную способность к силовому решению проблем, да, к пикетированию, к силовому решению и все остальное. Что же касается того, что делать, ну, то ответ довольно простой. Жить по закону, соблюдать конституцию в первую очередь. Хорошая рекомендация. Хорошая рекомендация, я думаю, она универсальная. Соблюдать конституцию, соблюдать международное право, да, соблюдать в этом контексте хартию, европейскую хартию языка, да, это часть нашего национального законодательства. И помнить, хорошо почитать, опять же, результивную часть Нюрнбергского процесса, который тоже является частью нашего национального законодательства о военных преступниках. Проводить, идти в сторону народовластия, как минимум, да, о том, чтобы есть, есть приятные, есть хорошие, хорошие примеры, которые можно копировать. Можно копировать не только плохие, как у нас сделают, а и хорошее, да, когда судьбу и название в отдельном городе, в селе, поселке, районе решает население, соответственно, города, села, поселка или района, а не абстрактные люди, которые называют себя депутатами. Или активистами. Да, именно похожую ситуацию, между прочим, уже в завершение отмечу. Мы имели до 2014 года, мы видели на Западной Украине улицы Бандеры, соответствующие памятники, на Восточной Украине мы видели памятники иным деятелям. Это отвечало желаниям и улицы, да, соответственно, там, Ленина и так далее, Калинина и прочее. Это отвечало чаяниям общин этих городов и районов. И, в принципе, можно сказать, что если говорить о народовластие, то мы его уже имели. Вот. И хотя бы, хотя бы к этой модели стоило бы вернуться. Это хорошая рекомендация. Я, кстати, поддерживаю идею децентрализации с целью передачи соответствующих прав по помощи общин решать самостоятельно. Я думаю, это снизит градус конфронтации в обществе. Кирилл, спасибо за ваше мнение. Резкое иногда, такое специфическое, но оно искреннее. Абсолютно согласен. Спасибо вам. Спасибо, Андрей. Спасибо.